В пограничном с Брестом, польском городе Тересполь, 24-й международный фестиваль восточно-славянских колядок собрал рекордное количество участников. Заявки подали 56 коллективов из четырех стран восточно-европейского региона. Несмотря на то, что отбор прошла только половина из них, в течение двух дней сцена Тереспольского центра культуры приняла около тысячи участников. Подробности из Польши. В далеком ныне, в 1995 году, фестиваль восточно-славянских колядок Тересполь начинался с участия всего лишь семи хоров из самого приграничного польского городка и окрестных деревень. Это был своего рода смотр, казалось бы, вымирающей традиции среди немногочисленных православных общин Южного Подлясия. Но уже через три года, благодаря польским, белорусским, украинским, светским и церковным хорам, детским и взрослым фольклорным инструментальным коллективам, фестиваль расширил рамки и обрел международный статус. Это значимое для нашей любви скухомской епархии, куда здесь имело нас не быть, а мы живем, добьем свидетельство про новорожденного мессию Христа. Уровень фестиваля восточно-славянских коляд Тересполи за почти четвертьвековой период повысился настолько, что его аркомитет вынужден был ввести предварительный отбор. Из рекордного количества коллективов, которые прислали заявки в нынешнем году, в 56-ти, сцена смогла вместить чуть меньше половины. Но это не последний рекорд фестиваля в 2019-м. Приехал к нам коллектив, который в одну только сторону преодолел почти 2000 километров. Это коллектив казахской столицы Кумылжинской, Волгоградского региона. Впервые можно увидеть на нашей сцене певческие традиции празднования Рождества Христова, Российской глубинки и Российской Федерации. Действительно, детский фольклорный коллектив жаворонки казачьего центра Кашав-гора, который возрождает традиционную культуру донских казаков, в том числе старообрядческую, приехал на берега Западного Буга с далеких берегов Хапра. Не так много на самом деле фестивалей, на которых можно этот репертуар показать. И когда мы поняли, что есть такая возможность, мы постарались все сделать для того, чтобы сюда приехать. Хороший фестиваль, достойный. Есть чему поучиться, есть о чем рассказать. Мы очень рады, что попали. Да, очень здорово. Культуру донских казаков и других регионов России представил на фестивале в Тересполе и коллектив из Москвы. Фольклорные ансамбли «Лаборатория Камышенко». Его участники удивили бывалых зрителей не только своеобразной манерой пения, не представленной в регионе белорусско-польско-украинского пограничья, но и русскими народными костюмами. Самое главное, мне кажется, это общение на таких фестивалях. Очень интересно посмотреть, кто что делает, кто как что придумывает. Но, мне кажется, самое важное это общение. И вот именно мы сейчас ждем, когда сейчас мы сможем все вместе с белорусами, с украинцами, с поляками пообщаться. И поговорить. Организация очень хорошая. Прием очень теплый. Очень теплый прием. Спасибо большое. Это очень значимо, что приехали до нас хоры из России, Белоруссии, Украины, Польши. И этот фестиваль является таким объединением всех славянских народов в союзе мира, в союзе взаимопонимания, в союзе славянской культуры. Да бы Бог, чтобы в всех странах славянских такие мероприятия имели место в прославлении новорожденного Мессии Христа. В центре народных обычаев калядования, прославления Рождества Христова и воспоминания всех праздников до Крещения Господня, в калядках заключен целый пласт идей, которые доступны широкому кругу. Но при богословском осмыслении они раскрывают все глубины мироздания. Каляды каждый год на святки переносят и исполнителей, и слушателей, в мир, в котором радость о рождении Спасителя переполняет все пространство и, главное, души людей. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Тересполь, Польша.